доброе утро друзья я уже только что позавтракала вот уже отнесла в машинку стирать знаете у меня раньше машинку ну она и есть и на просто отремонтировать там одну деталь купить вот она огромная у меня в эту машинку оказывается 3 а то и 4 обычные машинки умещались кто я стираю раньше один-два раза в неделю стирала сейчас чуть ли не каждый день и вот когда у меня подруга татьяна говорила там что она чуть ли каждый день по две машинки стирает я думаю как так теперь я ее прекрасно понимаю потому что но эта машинка у меня просто огромная на колодец и туда вот так вот набиваю ну не то что набиваю ну туда много умещается как же эти фрукты воняют а какие же они вонючие они там зернышками внутри я сегодня буду есть одну и вот покажу вам ну а я вам не знаю пишите в комментариях и вы ели не ели вот такой фрукт а из айвы хоть муж говорит что он ее так будет есть но я сварю компот мне кажется классный компот получится вот так вот стирать приходится чуть ли не каждый день что еще хотела сказать сейчас мы едем почему мы потому что беру чарли с собой на улице сейчас не так жарко и минут десять он прекрасно посидит в машине вот я поеду за цветами хочу купить две герани все-таки мне вот сюда же надо на балкончик у меня такой бедлан как всегда я вчера сняла белье но забыла его разложить чучи привет вот и что хотела сказать не знаю что хотят в общем едем за цветами вот сюда 2 герани все-таки надо посадить так как моя клубничка вроде ничего он живет может еще клубничку купить какую-нибудь или посмотреть как как это будет жить не знаю ветерок прохладное знаете или не прохладно не пойму не пойму прохладно не прохладно в майке чё надевать время 9 поэтому знаете сейчас с утра я просыпаюсь 16 градусов пока одеваюсь 18 пока сейчас наверное выйду ну там градусов 20 точно есть да ты со мной поедешь и потом в парк мы поедем и в парке погуляем чуть-чуть уже тут вода закончилась надо воду поменять налить воду мой прикид на сегодня в кедах помню в детстве в кедах таких ходили все сейчас опять в кедах вроде как не длинный кара рукав не короткий в общем такой джинсы своя не так нравится стыкивают как вышивка или что который год их таскаю уже без косметики потому что пускай глаза отдыхают очень сильно слезятся последнее время но знаете какой парадокс когда я крашусь то глаза не слезятся вот чудо какое-то не знаю какое но вот так вот происходит кремом намазалась и пошла сейчас очки на пялю и красивая сегодня никуда все равно не собираюсь вот только за цветами вы не поверите но сидел вчера муж вел машину не по мне машину делает не люблю когда мою машину кто-то трогает вчера подруга села она в черном была она одета говорит блин я забыла что у тебя в машине волос чарлиных полно я грунла как ты хотела у кого-то игрушки разбросана у меня волосы везде и вспомнила что у меня сзади еще лежит сидушка пляжная в общем все пляжные принадлежности зонт и там было полотенце тоже я достала полотенце постелила и это чё к чему я так тому что надо все это убирать уже в общем открыт багажник багажник открыт сейчас пойду закрою сейчас минуточку все чарли не будут проходить женщина заходит а то знаете можно вроде как закрыт багажник а так едешь и откроется не вот это вот мне нравится вот это вот чем потому что горло очень сильно близко и потом как бы душит меня вообще не люблю что вот связано с горлом водолазки не люблю потому что они мне как-то душат знаете на улице кстати у нас машине показывает 21 градус ну дома а дома 22 в общем не поймешь очки надо надеть без очков я не вообще не туда и не сюда ладно поедем с вами в цветочный магазин герань купим может быть еще знаете какой-нибудь цветок хочу в центр стола вот который у меня стол с бельем всегда стоит вот туда я вместо белья хочу положить поставить какой-нибудь цветок вот не знаю какой хочется какой-то пышный такой чтоб был не знаю сейчас посмотрю что-нибудь орхидеи но они видите какие все орхидеи полудохлые не знаю наверное ну вот это вот лидовская стоит хорошо вроде бы нижние листы отпадают желтеют я их убрываю зато вверх не растет в общем хрен его знает пусть растет но что-то мне не нравится мой опыт с орхидеями вот это вот как бы безалаберные они стоят не цветут листья вот эти вот непонятные мне больше нравится знаете какие даже цветы которые не цветут вот они зеленые которые пышные зеленые они цветками потом потому что цветки эти цветают опадают потом опять они не цветут и в общем не знаю какой я хочу что я хочу хочу какао хочу не знаю мне муж все говорит жасмин купи жасмин чтобы знаете пахло дома я говорю человек зима все равно все закрыто будет куда я у тебе поставлю и лук хочу зеленый посадить там где у меня мята в предбаннике скажем так вот где машинка стоит там хоть и нет солнца ну думаю лукой не обязательно это солнце все хочу кого хочу не знаю кого знаю не хочу поехали пальмочка была у меня пальмочка а вот такая живет кстати пальмочка она у нас 6 евро стоит область на вот такая вдохну блин плеваю много поэтому музыка тут попарит всегда пойдемте в герани где у нас герани это вот в сады и наверное цветы большие я с тележечкой своей как всегда везде хожу потому что очень удобно взяла что мне надо герани у нас вон там а это вот что такое тоже какая-то подвесить куда-нибудь красивые цветочки надо подумать куда бы ее прилепить знаете что посмотреть не с червяками ли она там так что буду сейчас внимательно высматривать смотрите вот у меня на балконе вот этот который мне не нравится он смотрите здесь какой-то пышный красивый а у меня что-то как-то не очень чуть ли не так и вроде горшок у меня тоже такой же не знаю а здесь вроде вне симпатичный трон вот эти тоже смотрите красиво на счет тут не написано внутренние они или снаружи должны расти а так вот если в центр стала классно да спросите может быть так смотрите какие классные цветы цикламен какой-то уж частью мне сейчас у меня есть одно приложение которое мне может рассказать о нем сейчас залезу и и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, целая корзинка цветов Класс! Вот сюда хочу купить обувницу Такую вот обычную Чтобы все мои кроссовки туда ставить Потому что как-то они стоят так нехорошо Это опять пластик, мусор стоит Никак не вынесу В общем, сейчас покажу, что вам купила Я купила-то себе Вам покажу, что купила Я когда раздеваюсь, у меня на голове непонятно, что Я вчера голову на ночь вымала У меня вообще непонятно, что Сейчас герань пойду посажу А остальные, они в цвете все В общем, по порядку, друзья По порядку Смотрите, когда был огромный ураган У нас тут Горшок телепался туда-сюда Я вот такой, в общем, разбился Все тут летало Ураган Герань Красная И вот такая вот розовая красивая Высматривала, высматривала Вроде без всяких там жуков, червяков Не знаю Потому что уже прям как-то страшно Что они там где-то внутри будут Так что будем надеяться Что, а если опять червяки заведутся Поеду и скажу Что за фигня, говорю У вас герани все с червяками Будет красиво, мне кажется Ну, в принципе, как и раньше Помните, я задумка была И та же самая Чтобы вот так у меня было росло Красиво Один розовый Он какой-то красно-розовый А другой вот такой красивый Красота 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот так у меня мои гераньки будут стоять, чтобы я их с балкончика, с окна видела. И проверим сыро, мокро. Хотела такой цветок купить, потом думала у меня же есть, зачем он нужен мне, правильно? Вот видите, там какой пышный, хотя вот тут, смотрите, вроде как и ничего с этой стороны. Ну как-то вот видите, все опадает, опадает, все как-то скучно. Ну ладно, ну ладно. Вот купила вот такой фикус, уже его пересадила. Чарли опустошает свою игрушку, нашел там дырочку и вытаскивает из нее внутренности. Это он так любит. Вчера занимался этим, я собирала, собирала, вот опять. В общем, вот так вот. У меня зеленый уголок такой. Да, Чарли, тебе нравится? Классный, да? Зеленый уголок. Мне очень нравится мой зеленый уголок. И вот тут их не стало пересаживать, потому что они цветут. Сейчас самое главное их не поливать. У меня для этого есть горшок вот такой коричневый. А вот для этого нет горшка, потом надо будет купить ему горшок. Вот. И вот так вот будет на столе красиво, правда? Ну, если, конечно, не залью и не подохну. Вот какие растут. Потому что они там стоят, я про них забываю. И вот так вот надо к этим цветам относиться. Поливаю раз в год, растут, не заливаю. А эти стоят вроде как красивые, думаю, блин, надо полить, надо полить. А нет. А вот смотрите, я про свою фиолетту говорила. Видите, вот листик тоже желтеет. Вот тут тоже один был пожелтел. А этот вот растет, но он, наверное, ему кирдык тоже будет. Потому что он, я его дотронулась и он треснул. Не знаю. В общем, мне кажется, орхидея это не мое. Даже не знаю, что вам сказать. В свое оправдание. В общем, знаете, что я с ней сделала? Я ее взяла и пересадила. Там в центре какая-то губка была. И вот в этой губке корни поросто начали гнить. Я их отрезала. Такие самые плохие корни оставила. Вот более-менее. Этот, конечно, пострадал немного при пересадке. Вот это вот. Видите, просто начинает желтеть листья. Листья, потому что он гнить начал там. Какая-то губка прямо в центре была. Я ее сняла всю. Вот. Ну, посмотрим. Будет жить, не будет. Жалко просто. Блин, если бы я знала, что там какая-то эта губка непонятная, мокрая, которая давала гнить. Ну, видите, век живи, век учить. В общем, пересадила. Может быть, Может быть, с ней что-то будет хорошее. Так. Ну, а теперь вам немного готовки в лоблок. У меня-то супчик есть. И фунчозу я отложила себе. Маленькую пиалочку. А муж-то он такой не ест. В общем, я ему сейчас сделаю карни контоматы. Вот. У меня есть помидоры. Мои я сама их обжаривала. Ну, сама в роботе обжарила. Вот. Они очень вкусные. Смотрите. Ну, это как томатный соус такой. Вот. Теперь я на огне обжариваю мясо. У меня свинина. И буквально обжариваем до готовности. Насыпаем разные специи. Солю я всегда в конце. Вот. Специи. Сюда очень пойдет орегану. Или как там оно? Орегану. По-русски, да? Тоже можно его насыпать. Вот. И обжаривать. Перчик. Нужно чесночок сухой. В общем, которые есть специи у вас. Все сюда. И обжариваем до готовности мясо. У меня прям на сильном огне. Вот. Чтобы мясо было сочное. Потому что оно потом все равно будет в томате томиться. Я вот так порезала на небольшие кусочки мясо. И вот так обжариваю. Когда мясо вот так обжарилось, добавляем просто вот этот соус. И тушим минут 10. Все, друзья, блюдо готово. Можно с рисом. А можно просто яйцо вот здесь, вот как испанцы делают. Прям яйцо вот сюда вот сверху на бузырят. И все. И вот такая вот вкуснятина получается. Я не закрываю, чтобы жидкость вот эта вот выпарилась. И так будет вкуснее. Единственное, что убавляю, огонь. Такой, чтобы он плюм-плюм-плюм, но не плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Все. Готово. Как вам супер блюдо? Быстро и вкусно. Чашку кофею. Я себе бодрящего налью. Точнее, у меня в моем случае чай. Какой и был, и тут и фруктовый, и черный с манго. И имбирь с апельсиновыми корочками. А что, тут 750 миллилитров. Надо чем-то их заполнять. Ай, вкусный какой. На целый день хватит. Вот так выглядит фрукт гуаява. Вонючки. Внутри косточки, как знаете, как фрукта де лапасьон, маракуйя. Они такие не жующиеся. На вкус так сладенько. Сладенько. Это мой полдник такой. Зумба на улице. Прикольно они там выплясывают. Я им завидую. Молодцы. Такой бежал так. Ое, Чарли! Смотрите, как дерется. Он не любит такого наплыва. Он слишком к нему быстро прибежал. Море я вам не показывала сегодня, да? Вот. Вот, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Он так бежал, так сбежал. Собака к нему, Чарли. Чарли аж офигел. Скажет, ну его нафиг. Нападение лучше это какое-то. Атака лучше мера защиты. Вот и все. Можно обратно идти. Мой ужин. В общем, это просто кабачки в микроволновке поставила и все, чуть-чуть посолила. И вот так вот сейчас пойду ужинать. Вот. А с вами я буду прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Всего самым высших. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok